В нашей студии появляется наша хорошая, прекрасная Леночка Кустова. Человек, который ведет здоровый образ жизни, однозначно, следит за правильным питанием, живая еда. Всем известная рубрика. Вспоминайте, из чего она готовит свои деликатесы, свои блюда. Я, честно, был всегда удивлен. Сейчас вспомним Лену. Привет, доброе утро. Доброе утро, Леночка. Человек, который приезжает за правильное питание, и сегодня, давайте сразу, она пришла вот с таким десертом. Да. Все сразу, о, шоколадные конфеты, что в них особенного? Ну, захватила на всякий случай, потому что утром нужно просыпаться, нужно что-то сладкое. Это трюфели обычные, на самом деле, могу рецептом поделиться, просто сделать в любом районе Красноярского края будет. Мне нужно искать какие-то дикие ингредиенты, про которые Валерия. И тут начинается. Вот я всегда, это простой рецепт, вот такие люди, как ты, готовящие. Возьмите 100-500 трюфелей, значит, в Африку. Да-да-да, и так далее. Серьезно просто это приготовить? Да просто, конечно, просто. Я не буду вам там говорить какую-то магическую рецептуру. Берете темный шоколад с хорошим составом, хороший состав темного шоколада, чтобы там в первых позициях было какао тертое, какао-порошок, какао-масса это могут называть. И только потом уже там сахар и ваниль. Давно ли вы занимаетесь правильным питанием? Мне вот тут интересно, почему вы к этому пришли? Валера, я расскажу про рецепт. А продолжение рецепта не будет? Нетерпеливый. Нет, я думал, мы рецепта потом можем. Не волнуйся, подожди, я записываю рецепт. Ты записываешь, да-да-да. В общем, сразу говорю коротко. Берете шоколад, 100 граммов, например, или 50 граммов, столько же берете молока, если у вас аллергия на лактозу, по-моему, да, это сахар молочный, берете кокосовое молоко, я использую кокосовое молоко, рисуешь? Ага. В общем, шоколад в микроволновке импульсами немножечко наломали, топите по 30 секунд, чтобы он начал блестеть, потом отдельно разогреваете молоко, все это соединяете, шоколад должен растопиться. Можно туда добавить меда, если нет аллергии, либо я использую сироп топинамбура, это из тех ингредиентов, которые... Сироп топинамбура, да? Это очень крутая штука, ее диабетикам рекомендуют. У него низкий гликемический индекс, это как бы альтернатива вкусная. А всему остальному, что нельзя людям, которые, ну, зависимы от... Так, все перемешали. Так, сироп топинамбура. Все перемешали, да, можно добавить немножечко столовую ложку масла, например, кокосового, если нет, то можно оливкового. Все перемешать, поставить в холодильник, накрыть пленочкой на пару часов, потом достать и ложкой, уже она будет твердая, формировать трюфель и обваливать в какао. Все? Слушай, насколько они полезны получаются тогда? Ну, если вы любите сладкое, мы же все понимаем, да, что если ты любишь сладкое, и ты себе запрещаешь, то в любом случае где-нибудь в магазине, стоя на кассе, схватишь любимый батончик и пойдешь его быстренько съешь, совестью себя помучаешь, но ты его съешь. То есть, ну, как бы есть меньшее зло, здесь берете хороший черный шоколад, который без дополнительных каких-то ароматизаторов, химии и так далее, просто шоколад, просто хороший какао, вообще, на самом деле, небольшое количество, это полезно. И вот твоя сладость, которая без всего намешанного, но ты получаешь от этого удовольствие. И вообще за то, чтобы получать удовольствие, а не постоянно есть себя какими-то запретами, потому что это всегда приведет в тупик. Ну, а почему вы стали заниматься правильным питанием? Мне вот интересно, да, когда вы к этому пришли, вот неожиданно бах, вот, и вы говорите, все, пора, пора делать что-то новое, только правильное питание. Нет, так не происходит. Это, ну, это два варианта, либо девочки, которые насмотрелись блогеров, и такие, типа, ой, я тоже без глютена, там, что такое глютен, даже не разбираются, неважно, я вот без глютена и без сахара. Я решала свою проблему когда-то. Я безумная сладкоежка, я обожаю сладкое, но доела сладкого таким количеством до такого состояния, что врач сказал, ну, как бы, тебе нельзя сахарить. Я не могла жить без сладкого. Я неделю, я пыталась, ненавидела весь мир эту неделю. А мир меня ненавидел, потому что я ему это выражала. Так, а потом что? А потом? И я начала искать, где я могу купить полезные сладости, потом поняла, что такого варианта нет, продают только смесь сухофруктов и орехов. Это, на самом деле, тоже калорийно, да, полезно, но очень пресно, и ты удовольствия от этого не получаешь. Текстур каких-то нежных там нет. И я начала уже тогда смотреть, где я могу найти какие-то рецепты, что-то, и вот это уже начался путь моих эндорфинов, когда я начала очень долго пробовать, много портить продуктов. Ну, в общем. Что еще, кроме сладкого, полезного, Лен, вот считаешь? Это было начало, потом мне стало интересно про другое питание. Но так как я испортила себе желудок, он уже реагировал у меня там на любую другую еду, помимо сладкого, и мне приходилось что-то менять и в этом смысле там, я перестала есть жареное. То есть, на самом деле, прошла определенный путь сначала от фанатизма, типа, ой, творог с такой жирностью там, не дай бог, в моем холодильнике, до путя, пусть будет пути, когда ты понимаешь, что если ты что-то себе запрещаешь, ты начинаешь зацикливаться. И мир вокруг еды крутится, и ты думаешь, ах, это нельзя, это можно, когда я поем, а вот это... И все, а ты можешь с друзьями сидеть, наслаждаться с ними компанией, но на самом деле это визуал будет, ты будешь думать про еду, они там чипсы едят, я не могу, и так далее. Поэтому сейчас я просто какие-то аспекты себе... Вот как друзья реагируют, как семья? Вы готовите себя отдельно, там, а остальные все отдельно, члены семьи. То есть, никто вас не поддерживает в этом? Вы всех подсадили? Одно дело мы с женщинами, там, за фигурой и так далее следим, а другое дело... Как там, что за котлеты и свеклы, к примеру? Что такое? Что за котлеты и свеклы? А это полезно, но не об этом сейчас, да. Моему мужчине повезло, я не готовлю. Поэтому я никому ничего никогда не навязываю. То есть вы тихоньку сами себе сделали, перекусили, поели... Как происходит? Ну, на самом деле, когда у меня проблемы появились, я же пришла к этому проблемам с здоровьем, то мой мужчина, ну, как бы нельзя жареный наук, давай попробуем. Он на кухне шеф, ему нравится готовить, он с научной точки зрения к этому подходит, он любит экспериментировать, говорит, ну, как бы повод поэкспериментировать, давай попробуем. И, может, это пробовали, не жарили, например, и, как бы, было вкусно в итоге. Мы поняли, что это может быть... Лена, давайте подведем итог. Мы вот до твоего прихода выбросили, я лично психанула, что называется, и выбросила сахар просто в мусорку. Ну, решив, что это абсолютное зло. Да ведь было дело? Да, да. То есть сейчас уже не совсем уверена. Да, да, я, послушав вас, подумав, думаю, ну, что-то я, наверное, погорячилась. Как думаешь, все-таки вот если, вот, знаешь, категорично, вот да или нет? Ну, нет полутонов. Ну, невозможно вообще в жизни исключить весь свой сахар, потому что он есть в скрытых продуктах, вы его найдете в хлебе, в колбасе, в консервных продуктах и так далее, да. Поэтому, на самом деле, сейчас говорят, что сахар просто нужно меньше есть. Ну, не пейте чай с сахаром, там, намешав, там, две ложки. Понятно, в общем, отказываться как бы нельзя, Лена, и про это говоришь. Как бы я не могу сказать конкретно нет сахара. Ну, я не ем сахар, я иногда могу попробовать классические десерты, потому что мне нет, мне не нужно ничего заменять. Я сама делаю крутые десерты со своей командой. Но мне иногда интересно просто как вот профессионалу посмотреть текстуры, и я могу уже подумать о том, что, о, крутая, вот тут вот крем такой воздушный, а как я могу это сделать без вот этих классических там сахара, масла, молочных продуктов, ну и так далее, глютены. Да, мы рекомендуем обязательно найти Лену в социальных сетях, с ней лично пообщаться, задать ей какие-то определенные вопросы, потому что опыта у нее уже предостаточно. Это не только десерты, но и еще интересное блюдо. Мы спросим у Лены еще. У нас тут интерактивчик, люди голосуют. Соль или сахар? Что вреднее? Враги, да, наши. Что вреднее? Соль или сахар? А это опять история про фанатизм, когда ты начинаешь края и себя определять. Стоп, 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 нет. Везде должна быть норма, я не буду отвечать, как бы, потому что я реально считаю... Она не будет отвечать. Кого пригласили? Мы же договаривались, Лена, вот здесь написано, ты должна была сказать, конечно же, хуже сахар. Что пригласили, называется, человека? Ребята, да, вам не повезло, что это прямой эфир, так вы меня вызвали. Все, Лена Кустова в нашей студии, да, человек, который занимается правильным питанием уже много лет.